Ситуация в полях и кадровый вопрос. Сегодня с докладом во Дворце независимости Александр Лукашенко принял вице-премьера Леонида Зайца. Внимание, в первую очередь, обстановки на хлебных нивах. Глава государства поинтересовался, как продвигается уборочная кампания. Аграрии уже убрали зерновые и зернобобовые с 16% площадей. На молочи на 1 156 000 тонн зерна. Средняя урожайность 36,2 сантиметра с гектара. На результативность, конечно, повлияла засуха. Но там, где к вопросу подошли по-хозяйски и строго выдержали технологию, удалось минимизировать последствия погодных капризов. Главное, что отметил Леонид Заяц, в сельхозорганизациях хватает техники и людей, чтобы собрать урожай вовремя и без потерь. Второй, не менее важный вопрос – кадровый. На прошедшем селекторе Александр Лукашенко поручил определиться с кандидатурой на должность министра сельского хозяйства. Как известно, Игорь Брыло займет пост помощника президента Витебской области. К слову, на встречу с президентом вице-премьер пришел не с пустыми руками. Александру Лукашенко презентовали белорусские конфеты по китайскому рецепту. Главный вопрос – как на полях у нас сегодня ситуация, как у тебя складывается уборка урожая. Второй вопрос – кадровый. Вы за эту неделю должны были вынести кандидатуру министра сельского хозяйства. Я хотел бы услышать ваше мнение. То есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день. Но в ближайшее время я постараюсь побыть у меня в плане Запад, посмотреть как раз зона твоей ответственности, Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Ну, целый комплекс министерства сельского хозяйства работ. Потом тебе конфеты поручалось сделать. Прежде чем проступить. Сделать ты их или нет, чтобы люди понимали, что у нас сухого молока, обезжиренного, море. В Китае мы подсмотрели их технологии. Производство разного рода кондитерских изделий, в данном случае конфет, вообще без сахара и сухого молока. Можно добавлять туда какие-то растительные добавки. Маленькие дети с величайшим удовольствием употребляют это лакомство. Почему мы не можем делать это? И продавать, и, главное, своих людей обеспечить. В соответствии с вашим поручением, наши специалисты республики отрагировали. Ты на колене пока произвел, да? Это произвели на наших линиях медпрепаратов. То есть? Завод медпрепаратов. На линиях медицинского характера. Медицинского характера. Вот это вот, что произведено. Здесь в составе это молока, сухое молоко. Некоторые есть детское питание, до 40% доходит. Сухое цельное молоко. Значит, это сыворотка. Ну, состав разный. Разный состав. Ну, очень приятный на укус и для потребителя достаточно неплохой продукт. Приятно потреблять. Ну, видишь, китайцы молодцы. Они ухватились за это. И они заполонили, полтора миллиарда человек, они заполонили свой рынок вот таким лакомством. Ну, мы можем запросто и в Китай поставлять. И в Китай, я думаю, что это пойдет даже на Африку. Напомню, во время недавней поездки в Аршанский район Александр Лукашенко предложил делать конфеты из сухого молока. Спустя буквально две недели поставленная задача главы государства выполнена. В пресс-центре Леонид Заяц угостил лакомством и журналистов президентского пола. Поручение Александра Лукашенко до конца года запустить конфеты в массовое производство. Рабочий день главы государства продолжил вся встреча с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Как страна-основательница ООН, Беларусь не может спокойно смотреть на происходящее в организации, отметил Александр Лукашенко. Площадка организации является единственной крупнейшей трибуной для всего мирового сообщества. Но во внешней политике сложилась порочная практика. Тон мировой повестки пытаются задавать функционеры и чиновники Нью-Йоркской штаб-квартиры. Безумные посылы нашего президента. ООН – это точно не инструмент легитимизации интересов определенных государств. Организация объединенных наций. Что это такое на сегодняшний день? Каковы перспективы вообще этой организации, с вашей точки зрения? Ну и нам, что делать в этой организации? Естественно, мы как одна из стран-учредителей, основателей этой организации, не можем вот так спокойно смотреть на то, что происходит там. Я смотрю, и вот мы обсуждали этот вопрос с президентом России, секретариат ООН, это рабочий орган, они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам или Западу, Востоку. То есть она как-то уже, эта организация превращается в такую организацию, чего изволите. И от крупных государств больше зависит. Это ненормально. Беларусь стояла у истоков создания ООН и с первых дней занимает активную позицию. Белорусская дипломатия ярко проявила себя в годы независимости. Одна из самых известных инициатив официального Минска – борьба с торговлей людьми. Идея, озвученная нашим президентом на саммите в 2005 году, была единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. Среди предложений официального Минска – поддержка традиционных семейных ценностей, сотрудничество в преодолении долгосрочных последствий Чернобыльской катастрофы. Также Беларусь выступила за разработку стратегии ООН для стран со средним уровнем доходов. Наша страна и дальше будет активно продвигать подобные инициативы. Учреждение здравоохранения Бреста и Брестской области в центре внимания межведомственной рабочей группы. Поручение президента – выявить проблемные ниши в медицинской сфере, исправить недочеты и сделать медпомощь, доступной для каждого человека, поэтапно выполняется. Специалисты собрали анамнез здравоохранения Брестского региона. Хорошая материально-техническая база, развитие новых направлений, внедрение инновационных технологических операций. В целом специалисты увидели хорошую динамику выздоровления. Но недочеты все же имеются. Группе экспертов удалось не только выявить уязвимые места, но и найти пути решения проблем. А рекомендательный список с больными точками, которым необходимо уделить внимание, передали на рассмотрение межведомственной рабочей группы. Стоит отметить, что не все отделения реабилитации оснащены современным оборудованием. Много, конечно, оборудования, которое нуждается в обновлении, в расширении возможностей реабилитационных. Необходимо уделить внимание большой подготовке специалистов, реабилитологов. Не везде они прошли необходимую подготовку. Не везде есть реабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре, психотерапевты, психологи, логопеды. Но понимание со стороны руководителей лечебных учреждений Брещина мы увидели. Они будут в этом направлении идти и стремиться выполнить вот такие все необходимые вещи для того, чтобы служба реабилитации развивалась быстро и в правильном направлении. Не допускать формализма в вопросах качества медицинской помощи, ее доступности и своевременности – вопросы, на которые стоит обратить внимание всем, без исключения сотрудникам медучреждений страны. Что касается Брестского региона, все замечания и рекомендации учтены. Процесс корректировки запущен. Тревожные новости приходят из Алтая. Здесь потерпел крушение вертолет Ми-8. Шесть человек погибли, еще семеро среди пострадавших. Всего на борту находились по меньшей мере 15 человек. Как стало известно, среди пассажиров был и наш соотечественник. Сейчас посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние здоровья белорусского гражданина. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие. По предварительной информации, причиной аварии стали электрические провода. При заходе на посадку воздушное судно задело их, после чего упало и загорелось. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Им на помощь вылетел Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Объединенных Арабских Эмиратов в связи со смертью его брата Саида Бензайда Аль-Нахаяна. В Беларуси с большой болью восприняли печальное сообщение о преждевременном уходе из жизни вашего брата. «Клад шейха Саида Бензайда в становлении и развитии современных Объединенных Арабских Эмиратов и Эмирата Абудаби навсегда останется в памяти как пример искренней преданности родной стране. Разделяя ваши печали, боль от невосполнимой потери», – подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства передал Мухаммеду Бензайду Аль-Нахаяну и его семье искренние соболезнования и слова поддержки. Госпереворот в Нигере. Как в Греции пытаются справиться с пожарами? И как развиваются отношения Беларуси и Венгрии в области атомной энергетики? Подробнее в нашем международном обзоре. Нигере. В Греции в результате лесных пожаров погибли как минимум три человека. Это местный фермер, который до этого считался пропавшим без вести, а также два пилота, самолет которых разбился во время тушения пожара. Отмечу, Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели. Как заявили местные власти, это крупнейшая в истории страны операция по эвакуации населения. При этом прогнозы метеорологов неутешительные. На этой неделе страну ждет еще одна череда аномально жарких дней, что в свою очередь приведет к возникновению новых пожаров. Беларусь прорабатывает участие своих специалистов в строительстве АЭС в Венгрии. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в этой стране. По его словам, на объекте будет использоваться такой же реактор, как на атомной станции в Островце. Поэтому наши специалисты, обладающие серьезной квалификацией и востребованные венгерскими партнерами, смогут помочь как в строительстве объекта, так и в его эксплуатации. Сейчас формируется совместная экспертная группа, которая возьмет на себя разработку программы взаимодействия. Литейный цех объединил сердца белорусских и российских семей. Монеты, собранные фондом Алексея Талая, сегодня переплавили и залили в элементы памятного знака «Живая память благодарных поколений». В масштабном проекте приняли участие сотни тысяч неравнодушных белорусов и россиян. Свою лепту внесли и молодежь, депутаты, трудовые коллективы и даже семья президента. Сплав монет добавят в мемориал, который станет поистине народным достоянием. Его установят у стен Брестской крепости весной 2024-го, в юбилейный год освобождения Беларуси. Концептуально памятный знак практически не изменится. Он будет представлять собой фронтовой треугольник и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Но есть и отличительная особенность. Меняются только даты, названия. Сам силуэт памятника вмещает в себя военные штемпели, где прописаны цифры, говорящие об освобождении этих городов – Минска, Бреста. И будут еще, конечно, надписи. Надписи получателей. То есть получали письма уже в Минске, получали письма солдатские в Бресте и, конечно, получали письма в Москве. Это будет все прописано на фронтоне самого памятника. Вся Беларусь всколыхнулась в едином порыве в год мира и созидания сотворить во славу своих дедов и прадедов. И дать четкий сигнал всему пространству, что мы помним, мы гордимся и мы готовы вместе созидать. Сегодня живущее поколение знают, за счет чего мы живем, за счет кого. Помнят и чтят наших великих предков, которые ценой неимоверных усилий отстояли мир на нашей земле. Часть сплава оставят для еще одного памятного знака. Его установят на Поклонной горе в Москве в юбилейный год Великой Победы. На церемонию открытия мемориала планируют пригласить президентов Белоруссии и России. Третью книгу «Народная летопись Великой Отечественной войны. Вспомним всех» презентовали в Национальной академии наук. В издании представлены воспоминания жителей Белоруссии о тех, кто сражался на фронте и испытал на себе ужасы гитлеровской оккупации. Третий том – это 400 страниц материалов из музейных коллекций, семейных архивов и школ. Среди них биографии участников войны, фотографии, копии личных документов, а также исследовательские работы учащихся о Великой Отечественной. Такая идея Национальной академии наук Белоруссии стала примером практической работы ученых Института истории по увековечиванию памяти подвига народа. «Написание этой летописи участвует практически все население страны. К нам присылают свои материалы школьники, сельские жители, все, у кого есть какие-то воспоминания, материалы остались в современной Великой Отечественной войне, о родственниках, о знакомых, о близких и так далее. Это очень важно нам собрать вот эти материалы, не потерять, не растерять». «Эти книги, народная летопись Великой Отечественной войны, показывают или нет, позволяют переписывать историю, не позволяют фальсифицировать историю. Они работают на сохранение исторической правды и памяти о каждом человеке, который пережил ту страшную трагедию». Над третьей книгой работали около года. В будущем планируется выпуск из следующих томов. Прислать свои истории о предках может каждый желающий, кто хочет сохранить каждый факт, олицетворяющий духовную силу белорусского народа.